приветствую на моем канале вы уже могли видеть видео съемки луны через разные телескопы с разным увеличением сегодня я хотел бы вам продемонстрировать луну еще ближе как ее видели американские астронавты летавшие к луне 60 лет назад в этом видео вы можете полюбоваться снимками миссии Аполлон 17 которая состоялась в 1972 году видео в 4к так что не забудьте развернуть видео на весь экран и выбрать в плеере максимальное качество которое поддерживает ваше устройство я провел много часов обрабатывая эти снимки так как учитывая то что это оцифрованные пленки пришлось каждому кадру подходить индивидуально корректировать яркости контраст баланс белого чтобы лучше были видны детали рельефа так как оригинальные изображения слабо контрастны большинство этих снимков в оцифрованном оригинале выглядят вот так кроме всего прочего вы можете увидеть очень интересные структуры поверхности которые не видны в телескоп из земли так как нам мешает рефракция вызванная турбулентностью атмосферы земли грубо говоря с поверхности земли нам сложно увидеть космос очень четким и детализированным по крайней мере в любительскую технику и так полетели я буду останавливаться на определенных кадрах и приближать интересные детали рельефа геологические структуры пролетаем над лунными кратерами так называются чаши образные углубления в поверхности луны так называются чаши образные углубления в поверхности луны в соответствии с современными представлениями абсолютное большинство лунных кратеров являются кратерами ударного типа незначительная часть лунных кратеров до сих пор считается вулканическими кальдерами название введено Галилео Галилеем и позаимствовано из древнегреческого языка где слово кратер обозначало сосуд используемый для смешивания воды и вина в 1609 году Галилей построил первый телескоп и провел первые астрономические наблюдения луны которые показали что она не является абсолютно правильной сферой а имеет детали рельефа, горы, чашеобразные углубления во многих кратерах в центре можно заметить гору такой центральный пик характерен для кратеров, диаметр которых превышает 26 километров процесс их образования подобен появлению капли отдачи при падении в воду небольшого предмета морфологические признаки кратера связаны с его размером типичный небольшой кратер диаметром 5 километров имеет острый внешний вал высотой до 1 километра и дно чаши кратера, которое находится на уровне 100 метров ниже окружающей местности кратерам с диаметром свыше 26 километров присущ центральный пик большие кратеры диаметром около 100 километров имеют внешний вал возвышением уже в тысячу в пять тысяч метров в моем видео часто писали, что кратеры имеют одинаковую глубину но на этих снимках вы можете заметить, что глубина у кратеров разная похожий эффект одинаковой глубины наблюдается чаще у больших кратеров музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Интересен факт, что Луна имеет на своей поверхности такие геологические образования, как пещеры Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Самая высокая гора на Луне имеет высоту 11 километров 500 метров Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Пишите в комментариях, как думаете, что бы это могло быть, если не геологическое образование? Добавил субтитры DimaTorzok 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 Пишите впечатления и вопросы в комментариях Делитесь ссылкой на видео со своими близкими и друзьями Пусть также полюбуется красотой Луны вблизи Подписывайтесь на новые видео Удачи!